Здравствуйте! Доверять ли опросам общественного мнения? Вот есть такой у нас источник информации. Опросы общественного мнения, стоит ли им доверять? Вот на эту тему мы собрались поговорить с Евдошенко Ольгой Аркадьевной с социологического факультета МГУ Московского государственного университета имени Ломоносова. Так, значит, параллельно, скажем так, доверять ли опросам, вообще это расплывчатая тема, а, по-моему, ваше исследование, которое вы проводили, касалось ценностной ориентации студенческой молодежи Российской Федерации. Так? Правильно я изложил? В общем-то, да. Просто для примера я вам принесла исследование, которое удовлетворяет некоторым требованиям к социальным исследованиям, которым можно доверять. Некоторые вопросы. К тем опросам, которым доверять можно. То есть, мне кажется, это достаточно интересно, потому что мы очень часто встречаемся в печати, в других средствах массовой информации с опросами, с отчетами об опросах. Принимать ли эту информацию во внимание или можно не читать, пролистывать? Репрезентативна ли она, да? То есть, действительно ли она отражает умонастроение или не действительно? А вы приведите-ка примерчик, как так провести опрос, чтобы она не отражала действительное настроение. Знаете, иногда хочется, чтобы заказал заказчик опрос. И вот как спросишь, так ведь и ответят, по-моему, так. Да, конечно. Если вы не учитываете теорию количественных исследований и плохо в ней разбираетесь, то, скорее всего, ваш опрос не будет репрезентировать генеральную совокупность. То есть, генеральную совокупность в социологии называют тех, чье мнение нам интересно. Вот, в частности, я вам принесла опрос и буду на этом настаивать, что опрос достаточно хороший, достаточно репрезентативный. В этом опросе исследовалась студенческая молодежь государственных вузов России. Вообще, тема объекта исследования очень интересная, ведь, в общем-то, студенты – это будущее России, да? Да. В какой-то степени, в общем случае, вот, у нас такое слово есть – интеллигенция, да? Ну, это люди с высшим образованием. Вы не вздыхаете так. Я помню чеховских интеллигентов, таких, на самом деле, комических персонажей. Вот. Ну, тем не менее… Интеллигенция, да, это… И в космос они запускали когда-то, да? Чего-то там такое. Своеобразное понятие. Да. Железные дороги. Потому что еще считается, что интеллигенция должна влиять на умонастроение людей, то есть, должна как-то воспитывать их. То есть, допустим, техническая интеллигенция, в общем-то, по сути дела – это нонсенс и так далее. Как этот нонсенс? Нонсенс, да? А вот учитель – это… Да, учитель. Он влияет на умонастроение. Да. Учитель, журналист. Что же вскрыл ваш разрез, да? В каком разрезе вы это исследование проводили? Значит, чтобы исследование действительно отражало генеральную совокупность, надо грамотно составить выборку. Естественно, всю генеральную совокупность никогда нельзя опросить. Составляют выборку, притом вероятностными методами, так, чтобы любой из генеральной совокупностей мог бы попасть вот в данную выборку. То есть, оно должно быть действительно случайно. Не вот отобрали самых хороших, самых чистеньких, гладеньких. Их мы тем самым отобрали по определенному признаку студентов. А просто чисто случайно. Да, ну, конечно, так все бывает хорошо в теории, на практике, конечно. Есть такие студенты, в том числе, наверное, государственных вузов, которые просто не хотят отвечать, да. Их курсника не найдешь. Которые не ходят на занятия. Списки-то они есть, списки выбрали, а где такое? И так далее, и тому подобное. Но при проведении этого исследования стремились к этому. То есть, взяли списки вузов по семи округам. Значит, для каждого округа загнали название... Это имеется в виду федеральная округа. Да, федеральная, семь федеральных округов. Название этих вузов загнали в барабан и случайным образом три вытаскивали. После этого, значит, провели опрос... А в барабан, надеюсь, был компьютерный или настоящий? Настоящий. Я, к сожалению, при этом не присутствовала. Это рассказывали те, кто попросил, собрав материал, попросил нас просто помочь в статистической обработке. То есть, когда уже требовался не терапевт, а, так сказать, прозектор, вспомнили о социологах. Да, да. Не о социологах, а о людях, которые занимаются статистической обработкой социологической информации. Вспомнили про науку, да. И вот семь округов все и так знают. Семь федеральных округов. Да, семь федеральных округов. По семь вузов из каждого, да? По три вуза из каждого. По три вуза из каждого. Семь и три, двадцать один вуз. Да, и где-то там по сто примерно респондентов в каждом вузе, плюс-минус. Как выбирали из вуза сто из респондентов? То есть от тех, кто отвечает на вопросы? Мы старались просто привлекать второй и четвертый курс, и в некоторых вузах это был именно сплошной опрос. Второй и четвертый? Второй и четвертый, да. Не второй, третий и четвертый, а второй и четвертый. Второй и четвертый, да. Вот такой вот, немножко вроде как, да, обжились слегка, и те, которые уже зажились, скоро пора заканчивать. Да, так как это было накануне выборов, почему не первый, решили взять второй. Имеется, это выбор 2007 года, осенью 2007 года. Да, это как раз осенью проходило. Просто второй курс, 18 лет в основном уже всем есть, они первый раз идут на выборы. Для чего вы выбрали именно время перед выборами, насколько я понимаю, это оказалось очень палепоучительно в том отношении, что вы могли проверить, соответствует ли результаты вашего опроса результатам голосования. Вообще-то такой идеи, конечно, не стояло, но именно это и получилось. Именно это и получилось. Да, то есть проверить репрезентативность мы можем по итогам выборов прошедших. И если мы дойдем, конечно, до этих слайдов, мы там увидим, что действительно очень похожие результаты получились. Вот, собственно говоря, это вот различие и подает, ну, примерно погрешность фактически вашего исследования, да, которое накопилось там и за счет статистической обработки, и за счет методики, наверное, да, и за счет того, кстати, как формулировался вопрос. На это вы уже повлиять-то уже не могли. Да, на это мы повлиять не могли. И так можно сформулировать, что... Но, знаете, знаете, все недостатки как бы искупаются, когда число респондентов переваливает хотя бы за 500 человек. Конечно, есть всякие формулы построения выборки, но вот достаточно большие выборки уже приводят к достаточно хорошим результатам. То есть они компенсируют тем самым... Да, какие-то недочеты. Поэтому, если вы видите, что в исследовании принимало участие 2-3 тысячи человек, что выборка была сделана достаточно случайным образом, доверяйте этому исследованию. Ну, и теперь... Так, и чем, что же там открыть удалось? Просто структура респондентов, естественно, научные, инженерно-технические и социогуманитарные, почему-то получилось так случайным образом, что больше всего, свыше 55% были представители социогуманитарных... Это педагоги, да? Вузов, да. Педагоги, медицинские работники. Ага, ну это биология все-таки, да. Это не совсем... Историки, философы. А технической интеллигенции просто мало, наверное. Технических, технических вузов, просто вот они попали далеко не везде. Если вы увидите, они у нас... Они учатся, им некогда в вопросах участвовать. Да нет, просто они не попали в этот... не были вытащены случайным образом. То есть их там не было? Или мало-мало? Было мало. Было мало. Вот в Приволжском округе было 43%, а везде... Это Самара Приволжский округ, да? Следующая подсказка. Структура, понятно, по кругам. Это было, это было именно государственные вузы. Но в государственных вузах тоже есть люди, которые не только по бюджету учатся, но и по контракту. То есть платят за это деньги. Всего по Российской Федерации треть примерно из выбранных нами случайным образом обучаются по контракту. То есть за деньги. А вот в Северо-Западном округе получилось две трети. Ну это так просто... Так выпало. В Северо-Западном округе, наверное. И в Уральском округе тоже побольше. Вы выбрали такие вузы, видимо, где большая доля по контракту. Какие-нибудь очень модные, типа там, юридические специальности. Вот, кстати, общественные специальности, они очень часто бывают по контракту. Журналистика, телевизионная работа. Вот так, да? Пожалуйста, дальше. Что же вышло-то? Вышло, что... Оценка ситуации, да? Студенчество оценивает социально-политическую ситуацию в России как неопределенную. Неопределенную. Свыше 54% именно так и ответили. Это вот с такого вот салатного цвета 54%-ный столбик. А вот те вот, которые синие, что... 20% благополучно и 23% неблагополучно. Ага, ну а 54% просто им некогда, они учатся, готовят шпаргалки... Ну, неопределенные это вот как бы... И слушают лекции. Ни хорошо, ни плохо. Они просто не определились, скорее всего. Просто неопределенные. Хотя есть у нас 3%, которые назвали что-то другое или вообще просто... Они скажут, что некогда нам с вами там, да. Мы затрудняемся с ответом. Да. Хотя метод был групповое анкетирование. То есть приходили на занятия и давали всей группе анкеты. Ага. Ну, вообще-то, вот, честно говоря, очень сложно оценить. Как вы сказали, эта оценка-то социальной и политической ситуации затрудняется в оценке 54, да? Не понимают, плохая она или хорошая. Мы решили, что, да, она неопределенная. Кстати, это очень правильный ответ, потому что... Вот представляете, что дальше будет? Кто ведь знает об какой-либо жизни? Ведь мы всегда говорим, вот такой период в истории нашей был, значит, там, плодотворный, там, динамично развивалось, там, что-нибудь там. Ну, по прошествии десятилетий уже, фактически. Так, конечно. А вот тут, ну, хорошо это или плохо? Ну, хорошо это вот то, что происходит там, построили БАМ, хорошо это или плохо? Даже историки постоянно переосмысливают ситуацию. Ну, историки у них своя работа, конечно, да. Им только и дело, что переосмысливают ситуацию. Вот, патриоты некоторые считают себя. Это вопрос простой, да? Да. А что это значит? Патриот или не патриот? А как у вас формулировался вопрос? Патриот или не патриот, да? Нет, там сначала было патриотизмом, просто этот слайд выкинули, что они считают патриотизмом. Да, любовь к родине и так далее. Довольно много вопросов было. А потом просто уже сначала заставили их задуматься, а потом спросили, а патриоты они или нет. В общем-то у нас патриоты. Студенческая молодежь в Дальнем Восточном округе чуть хуже с патриотизмом. 12% вот этих вот темно-синих в нижней строке. Да, 12% темно-синих это у нас не патриоты. Они сказали, что они не патриоты. А что вот интересно вкладывали в понятие не патриот? Ну, наверное... Кто сказал, что он патриот, еще не 100%, что он собирается повторить подвиг Александра Матросова. Хотя он, в общем-то, вроде как патриот. Но, честно говоря, там был такой вопрос, считаете ли вы патриотизмом, когда личные интересы вы ставите выше общественных. Они посчитали, что к патриотизму это не имеет отношения. В смысле общественные выше личных, да? Да, вот личные, общественные интересы, вот это вот соотношение к патриотизму не имеет отношения. Вот любить родину, да, это патриотизм. То есть вот эти вот 6% по стране, да, темно-синих, и 12% скорее нет, чем, да, ответили, это вот наверху у вас бледно-голубые. Да, которые... Скорее нет. Вот это 18% студентов наших, гуманитариев, ориентированные, скажем так, скорее не патриотично, чем патриотично. Это же очень много. Ну, я так не считаю. 18%? Не патриотов? А вы знаете, вот на следующем слайде мы немножко пояснили, вот желание жить и работать за рубежом. Так. Нам показалось, что это должно как-то соотноситься с патриотизмом. Соотносится, но не совсем. Желание жить и работать за рубежом 30% уже, не 18, как следовало бы, а 30% сказали да, желание жить и работать за рубежом. Ну вот Иван Сергеевич Тургенев, он, в общем, известный наш патриот, любитель природы, он жил и работал за рубежом долгое время. Помните, Иван Сергеевич Тургенев? Да, даже ухаживал за Полиной Виардо, которая совершенно не была крестьянкой русской и вообще к русской культуре никакого отношения не имела. Однако он патриот. Знаете, ну и Гоголь тоже самые патриотичные свои страницы писал в Италии, как мы знаем. В Италии, да, тисковал по родине. Вот, но... Ну вот так вот, да. Опять, смотрите, дальневосточный округ 41%. Что, хотят работать за рубежом? Да, хотят жить и работать за рубежом. Да, ну там у них рядом большой соблазн, тут заграница, со всех сторон заграницы. И именно Япония. Именно Япония. Корея, Япония, Китай, и именно Япония. Да, во Владивостоке там ведь трудно очень было несколько лет, по крайней мере, на дому назад, найти автомобиль с левым рулем, как у нас, праворульный вообще. Автомобиль с левым рулем, это просто какой-то прям вот шик, казалось. Да, даже существовал анекдот такой, что японцы вообще странные люди. Да. 90% времени их автомобилей в праворульной стороне, они все равно свои рули с левой стороны делают. 90% времени, что время эксплуатации, да? Да, время эксплуатации. В основном потом эксплуатируют в России, да? Да. Так они намекают. Ну, так. Так вот, из этого никакого вывода делать не надо, да? Что хотят они поработать за кордоном, заработать деньги, привезти на любые уровни. Ну и жить тоже, жить и работать. Там, да? Да. То есть они патриоты-то патриоты, но хотят жить за границей, да? Честно говоря, да, хотелось бы, да, чтобы это точно, вот эти вот 18%... Причем это гуманитарии. Причем это гуманитарии. Большинство гуманитарий. Это вот наши будущие юристы, знатоки Уголовного кодекса и Гражданского кодекса РФ, они хотят работать за границей в основном, да? Ну, тут мы, к сожалению, не делали такие кроссы, то есть гуманитарии ли это вот в этих... Ну, у вас же там большинство гуманитариев так или иначе попало. В 40%. Ну, тут все-таки говорить нельзя. Почему не делали? Потому что наш такой критерий хи-квадрат, в общем, не показал никакой особенной разницы, поэтому мы не стали... То есть все хотят 30% там? То есть нет разницы между гуманитариями и негуманитариями по данному вопросу. Если нам покажут следующий слайд, мы можем дальше к симпатиям и антипатиям перейти. Что-то убывающее. А, это к антипатии к людям разных национальностей, да? Симпатии. А вот скажите, пожалуйста, к русским 14 с лишним процентов симпатию питают. Это имеется в виду, ведь большинство, наверное, вами опрошенных были так или иначе русские? Большинство или русские, или писали россияне. Хотя вот, допустим, было у нас по Волжье, в Поволжье очень много национальностей. Они, как правило, свою национальность не расшифровывали, а писали россияне. А вот скажите, пожалуйста, как понимать, вот эти 14 процентов, это что вот к русским симпатию высказывали только не русские участники опроса? Нет, все. То есть даже среди русских только 14 процентов им питают симпатию к русским? Ну, во-первых, скажем так, что очень многие писали, что они свою симпатию и антипатию не от национальности, а от самого человека испытывают или не испытывают. Поэтому где-то половина только вообще ответила на этот вопрос. Нет, ну это можно поставить так вопрос, когда это просто ведет за глаза. Вот я помню, когда я был маленький, как я рассказываю, когда я был студентом, к нам регулярно возвращались из командировок зарубежных ученые. И рассказывали, что вообще, в принципе, в такой-то стране капиталистической, из Швейцарии, помню, кто-то приехал, вообще, в принципе, там к русским, к Советскому Союзу, в принципе, вообще относятся очень плохо. Вот когда конкретный русский приехал, к нему как-то вот они не относятся плохо. А вот вообще вот к Советскому Союзу и к русским относятся плохо. Но это я не помню, может, я про Швейцарию загнул, но да, тот товарищ был из Швейцарии приехавший. Значит, русские почему-то на втором месте англичане, и вообще сразу за русскими идут европейцы, разные европейцы. Здесь англичане, французы, просто европейцы 5%, итальянцы, ну и традиционно украинцы и белорусы 5,5%. Там можно было несколько национальностей перечислить. Несколько национальностей. Ну, что-то вот для русских тоже что-то непонятно. Ну, может быть, это русские постеснялись выражать симпатии к себе, к русским? Это, может, это симпатии выражали россияне, которые не являются этническими русскими? Вот этого у вас не было. Критерий хик-квадрат не позволил утверждать, как вы говорите. Вы знаете, да, мы посмотрели. Это такая замечательность критерий в математике хик-квадрат, критерий Пирсона, да? Да, да. Который путем всяких хитрых расчетов позволяет... Очень простых расчетов. Какой сцок, не рассчитывает критерий хик-квадрат даже вручную. Достаточно очень простых расчетов с очень простой таблицей, которую можно найти в любом учебнике математической статистики. Это для публики нашей объясняют. Можно всегда, значит, посчитать... Посмотреть, есть корреляции или нет корреляции. Что с вероятностью там сколько процентов эта вот гипотеза подтверждается или опровергается, да? Ну, в общем, да, конечно. Ну, просто посмотреть, есть связь или нет. С какой вероятностью связь есть, какой нет. И далее... Там так формулируется. Ну, в общем... При наличии Excel, программа в... Которые не живут на своем Кавказе, а приезжают вот в ту или иную местность. То есть не любят понаехавших, как говорят, да? Да. И почему-то на втором месте американцы. Хотя вот американцы вроде к нам не понаезжали. Потому что во всем мире американцев не любят. И, может быть, из зависти их не любят во всем мире. Ну, сейчас-то им завидовать нечего. У них там очередной кризис, да. Да, им сейчас не позавидуешь. Так что... Очередной кризис. Вот. Ну, к сожалению, не любят китайцев. Это в основном за счет Дальнего Востока и Сибири. Ну, и... В общем, никаких тут особых... Предпочти нет. Кроме американцев... А вот там не было такого вот... Кстати, мы из московских вузов здесь были или не были? Да. Здесь было два... Центральный регион попало два московских вуза и Смоленск. И Смоленск, да? Да. В Смоленске не любят почему-то индусов. Нас так это поразило. Серьезно? А в Москве... Не было у вас вопроса, любят ли тут, так сказать, приезжих? Ведь в Москве гораздо острее, по-моему, стоит не... Нет, это вам так кажется. Вопрос отношения к людям другой национальности, а к приезжим. Нет, совершенно по округам, по городам никаких различий в этом плане не было. То есть опять... Нет, но в Москве и в Питере есть приезжие, а в остальных городах есть уезжие в основном. Нет, вы зря это говорите, потому что на Дальнем Востоке тоже очень много. Просто они разные. Ну, приезжие из Китая там есть. Нет, я имею в виду понаехавшие наши соотечественники. Тоже очень много. Нет, здесь вот в том-то и дело не было, не было какой-то разницы. То есть студенты далеки от этого бытового такого вот чувства. Ну, с другой стороны, вот американцы для меня это до сих пор все-таки загадка. Да, загадка. Да. Не, ну как Сербию бомбили, перейти дальше. Вьетнам, при мне Вьетнам бомбили, Корею воевали. Ну, может быть, но это превосал нас студенты. Атомные бомбы грозили. Второй и четвертый курс им... Атомные бомбы не грозили. Не про Корею, а про Сербию. Все знают историю. Да нет, Сербия это тоже уже не второй и четвертый курс. Это все-таки 5-6 лет назад. Уровень социально-политической активности. Вот, к сожалению, молодежь не считает себя социально-политической активностью. А что такое социально-политическая активность? Это вот такое очень субъективное какое-то слово. Вот, как спросить человека... Интересуются политикой, ходят на выборы. Болеют за какую-нибудь партию, разделяют какую-нибудь идею. Хорошо, что они сказали. Болеют за спортивную команду, оказывается, за партию. Болеют, ну да. Хотят ли сами приложить свои силы... В политику. В политике, в социальной работе. То есть умеренные политизации. Сколько же сказали, что они этим не интересуются политикой? Мы видим, что средний, уровень свой средний, это 42%. 26,22% ниже среднего и низкий, 22%. И при том, здесь в центральном округе, то есть это Москва и Смоленск, свыше 50% признали, что их уровень низкий или скорее низкий. Скорее низкий. Я вот когда был в советской моей молодости, когда вот всякие интересные, хорошие фильмы были, ну, наши советские про заграницу, да, про капиталистический запад. И там все такие вот положительные персонажи, они обычно политикой никогда не интересовались. Вот они прям так высказывались. А политикой я не интересуюсь. Или там отец политикой не интересовался. Хотя разве то, чем он занимался, было не политикой, говорит, резидент. Ошибка резидента, помните кино? Да. Ну, вот, хорошие у нас всегда политикой не интересовались. Почему? По-моему, комсомольцы у нас как раз интересовались политикой. Да. Да, а если мы дальше посмотрим, там дальше продолжается эта тема социально-политической активности. Так. В частности, почему, какие препятствия социально-политической активности? Это по их мнению, да. Ну, неверие, что можно изменить создавшую ситуацию на первом месте, а на втором лень. Лень. Ну, насчет неверия, это, значит, статистическое дело-то, да. Ну, разве один человек своим голосом, который он отдает на выборах, он может повлиять на результат? Статистически не может. На эту тему, по-моему, все время высказался Черчилль, да. Он сказал что-то в этом роде, что демократия очень плохой, значит, способ устройства государства. Мы просто лучше ничего не придумали, да. Примерно. О, кстати, если мы еще прокрутим до того, в каком строе предпочитают жить студенческая молодежь. В каком предпочитают? Вот предпочтение. В демократическом. Демократический. А не было ли там капитализм, социализм так не спрограммировали? 58-й. Было и капитализм, и социализм. Некоторые говорили, допустим, в демократически-социалистическом строе. А, вот так, да? Да, такое тоже было. Но демократами где-то около 60%. В принципе, никто не хочет жить в условиях диктатуры, демократии. У нас и в советское время была социалистическая демократия. Нет, вы не правы. Был у нас авторитарный режим, и были люди, которые хотели бы жить в авторитарном режиме. Пойду отморожу уши над зломами, да? Хотя, хотя тут интересно. Некоторые считали демократическим строем, это тот строй, который у нас сейчас. А некоторые особо выделяли, что демократический, но не такой, как у нас сейчас. Понятно. То есть тут тоже довольно забавная ситуация была. Из детских вот этих вот всяких предубеждений и, не знаю, предубеждений и страхов, да? Детские страхи. Знаете, у психологов есть такое. Ну, вы знаете, молодежь это отражение, да. Ну, не совсем дети, но они очень хорошо отражают господствующие в стране настроения. То, что до них, как до них доходит, да, понимаете? Вот от родителей. В своем, конечно, преломлении, да. Как газет, которые нередко читают, телевидение, где нередко смотрят новости или политические передачи. Да, это вот какое-то такое вот эхо. Надо бы нам порезюмировать как-то, подвели бы вы резюме вашему исследованию, что все идет как надо, все хорошо. Есть какие-то вот, так сказать, во-первых, факт такой, что если опрос проведен хорошо, вы в самом начале сказали, что доверять ему следует, да? Да. А вот как выяснить, хорошо он проведен или нехорошо? Вы знаете, вот здесь, если бы мы дошли с вами до того слайда, за кого проголосовали избиратели и за кого наша студенческая молодежь собиралась проголосовать. Как оно и оказалось. У нас 64,9% за Единую Россию, а по результатам выборов 64,3%. Ой, ну это про идеальность. То есть у нас совершенно идеально. Это вот как раз 0,6% это погрешность вашего исследования. Ну, статистическое вашу исследование. В общем, да. То есть здесь совершенно четкие цифры. То есть это вот прям идеально подошло, да? Тем более, что вы специально и не подгадывали, и чужими должны быть. Конечно, то есть мы все это обработали еще до выборов. Поэтому вот это вот образец того, что, ну, могут быть различные нарекания и к анкете, и к каким-то еще вещам. Спасибо вам, что называется, большое. Вот, о публике нашей горячо любимой я скажу, прежде чем простить следующее, что оказывается, что правильно проведенному опросу стоит доверять, да? Вот это вот. Вот в данном случае опрос вроде правильный. То есть мнение студентов по результатам опроса и по результатам выборов совпало. Совпало. Но вот, по-моему, меня лично настораживает, что где-то процентов 18 объявило, что они не патриоты. Что это такое? Просто болезненная реакция на то, что двойку поставили на прошлом экзамене. Теперь он не хочет жить в этой стране, где ему двойку поставили, потому что он не знает. Ну, знаете, такое бывает это, да? Состояние, как это называется, фрустрации, да? Или они хотят жить и работать за рубежом. Ну, или это вот 18-процентная пятая колонна? Нет, ну почему пятая колонна? Это просто... Может, надо куда следует сообщить? Это просто мы готовим людей для того, чтобы они развивали экономику других стран. Ну, наши юристы ее разовьют там за кордоном. Ну, спасибо почтенной публике нашей за внимание. Всего и доброго, до свидания.